Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас будет мукбанг. Не просто мукбанг, а с таким слегка мистическим уклоном, потому что сегодня Хэллоуин. Скажу вам честно, я обычно не отмечаю этот праздник никак, за исключением там пары-тройки студенческих вечеринок, которые у меня были, когда я училась в институте. Но поскольку я сегодня решила записать мукбанг, то почему бы не совместить эти две вещи — Хэллоуин и мой мукбанг? Посмотрите, какой я купила себе потрясающий шарик. Сейчас он сделает круг. Или его надо немножко развернуть? По-моему, он прекрасен. Я пока доехала с ним домой из магазина, я произвела просто фурор. В общем, я очень честно пыталась найти какие-нибудь тематические сладости для нашего чайпития. В итоге всё, что я смогла накопать — это вот такое сомнительное привидение. Причём у производителя явно была какая-то буйная фантазия, потому что у привидения чётко видно, что это девочка, да? То есть она с груди. И вот такие вот желейные конфетки в виде клыков. Ну, все, наверное, такие с детства помнят, это 100%. Сейчас я всё это распакую и начнём чайпитие. Так, ну что, я начать предлагаю с вот этого вот товарища. Нет, я всё-таки покажу вам поближе, вы должны это видеть. Это какое-то нечто, ребята. Посмотрите, какая прелесть. Ну, вообще он как бы марципановый в белом шоколаде должно быть вкусно. Голову откусим сначала. Да, это достаточно вкусно. Хотя выглядит, конечно, очень смешно. Сейчас я, наверное, достаточно быстро съем свою красную помаду. Накрасилась сегодня вам в честь праздника. На самом деле, не считаю это действительно праздником. Ну, вернее, возможно, это праздник, но не в нашей культуре. Тем не менее, мне кажется, тем веселее всего хэллоуин отмечать студентам и, в принципе, молодым людям. Потому что это возможность накраситься, нарядиться, повеселиться и всё такое. Как-то не думают о том, что это вообще-то день мёртвых и всё такое. Не вкладывают в это, короче говоря, никакого религиозного смысла. Ну, наверное, это и правильно. Потому что это не нашей религии праздник. Я даже вот не могу вспомнить, вернее, по пальцам могу пересчитать годы, когда я как-то отмечала этот праздник. Помню, когда я ещё училась в курсе на третий, наверное, попросила бабушку, чтобы она мне пошила такой типа плащик красной шапочки. Он был изнутри чёрный, шёлковый плащ. У меня бабушка очень хорошо шила. Был изнутри чёрный, сверху был красный, была бархатная торочка по капюшону на завязочках. И вот я была полностью в чёрном, в чёрных лосинах, в чёрной майке и сверху вот этот плащ. И, естественно, красная помада. Ну, такая себе красная шапочка, конечно. Но было весело. А я, поскольку сегодня у нас такой тематический мукбанг, надо бы, конечно, поговорить о какой-нибудь мистике. Но, ребята, я вам честно скажу, я по второму кругу опросила всех своих знакомых, всех своих друзей. Потому что, когда я в тот раз записывала вам мукбанг-чаепитие с мистическими историями... Кстати, кто его не смотрел, вот тут добавлю ссылочку, посмотрите. В общем, я на тот мукбанг еле-еле нашкребла вам истории, честное слово. В этот раз та же самая произошла картина, потому что, как выяснилось, что в моей жизни, что в жизни моих близких друзей, мистика, ну, прямо-таки отсутствует наборочек. А если и присутствует, то такая не сильно страшная, которую как-то и рассказывать неинтересно. В общем, поэтому мы сегодня с вами поговорим на тему фобий, тему страхов. А я расскажу вам, чего я боюсь. И мне очень интересно будет послушать в комментариях под этим видео, чего боитесь вы. Напишите мне честно, потому что я буду с вами, как всегда, максимально откровенна. Откровенно. Кто меня смотрит давно, ну, вы, наверное, уже знаете, мой самый-самый большой страх, это просто... Я прихожу в панический ужас от этого. Это темнота. Я читала когда-то статью одного психолога, который сказал, что мы боимся не самого состояния темноты, то есть не отсутствие света, да? Ну, потому что если разобраться, по большому счёту, что такое темнота, это отсутствие света. Мы боимся того, что в этой темноте может быть скрыто. Я не знаю, так ли это, но у меня какой-то просто панический ужас перед темнотой. Причём он проявляется при каких-то определённых условиях. То есть, допустим, если я сплю не одна, даже пускай там не в одной кровати вот с мужем, когда мы спим, да? Если я сплю с кем-то в квартире, я знаю, что в соседней комнате есть ещё люди. Ну, вот к родителям я когда приезжаю, да? Абсолютно спокойно сплю без света, то есть, ну, я чувствую, что за стеной там мои родные. Мне не страшно, у меня всё отлично, я спокойно засыпаю. Но, ребята, стоит мне остаться одной. И эта фобия себя проявляет просто во всей красе. Посмотрите, какая прелесть. Это, типа, такие вампирские клычочки такие. Ну что, давайте попробуем. Такие лени вкусные, как они были в моём детстве. Прикольные. Такие жевательные мармеладки. Ну так вот, как только я остаюсь одна, мне нужно ночевать одной, на меня накатывать паника начинает ещё вот, знаете, сумерки. То есть, ещё даже не темно на улице, но я уже везде по всей квартире включаю свет. Вот серьёзно, у меня муж сейчас опять в командировке, я снимаю сейчас для вас видео на кухне, записываю. У меня горит свет по всей квартире. В зале, в спальне, в коридоре, в туалете и даже в ванной. То есть, везде. Потому что, если я вижу, если я прохожу по коридору мимо какой-то комнаты, где темно, меня уже как-то, знаете, вот так немножко подпередёргивает. Короче, самое веселье начинается, когда я ложусь спать. Потому что спать при свете обычной лампы торшера или бра я не могу. Это невозможно. Это очень бьёт по состоянию сна, по качеству сна. И заснуть сложно, и спишь плохо, и просыпаешься всё время, и всё свет горит. Включить свет в коридоре, допустим, чтобы он там частично попадал в спальню. Так мне тоже страшно. Выключить его вообще. Я первая там вот несколько командировок мужа. Я героически с собой боролась, пыталась вот побороть этот страх. Я думала, ну блин, когда он дома, я же сплю спокойно, мы выключаем свет и спим, всё отлично. Значит, надо пробовать. А вы знаете, я когда выключаю свет, закрываю глаза, я прям чувствую, как на меня вот этими волнами накатывают ужас. Необъяснимый, иррациональный. Я не знаю, чего я боюсь, но мне просто вот страшно. Какой-то парализующий страх. Это заканчивается всё тем, что я ворочаюсь минут пять, боюсь, естественно. Потом включаю свет, бра, который на кровати висит. И вот так вот сплю всю ночь. Плохо сплю, потому что свет мешает. В итоге я сдалась и купила себе ночник. Не скажу, чтобы при свете ночника было слишком комфортно спать, но это, скажем так, наилучший компромисс, который я для себя нашла. И я не знаю, связано ли это со страхом темноты или просто. Ну, в общем, мне достаточно часто снятся кошмары. Причём кошмары, вот знаете, из той серии, когда ты просыпаешься, и ещё несколько секунд, несколько ужасающих, шокирующих секунд, ты видишь часть того, что ты видел сейчас во сне. Ну, если на примере объяснять, да, то как-то недавно я открыла глаза, а у меня в ногах кровати там стоит кресло в углу комнаты. А я вам серьёзно говорю, Яна, вот прям, я точно это видела. Я секунд десять ещё видела, как в этом кресле кто-то сидит. Кто-то очень страшный, не буду сейчас это описывать, но, в общем, сидела какое-то нечто. И я знала, что я уже не сплю. То есть вот подсознание такие штуки с нами любит, конечно, шутить. Когда-то было очень смешное случилось. Ну как, тогда он мне не показался, конечно, смешным. Муж мой до сих пор вспоминает, ржётся. Мы жили с ним тогда в Приморье, под Владивостоком. И ещё не были женаты. Короче говоря, мы спим ночью. Я присыпаюсь, поворачиваю голову в сторону, где лежит муж. И мне показалось... Я не знаю, как это объяснить. Вообще это бред какой-то силой кобылы. Но мне показалось, что это не муж. Что это что-то такое, какое-то страшное чудище. То ли он так лежал, то ли в темноте мне так на него падал свет из окна. Короче, я в полной уверенности, ребят, что это не мой муж, что это какой-то монстр. Я вскакиваю с кровати, бегу в коридор. Уже стоя в холодном коридоре, на холодном полу босыми ногами, я начинаю потихонечку раздубляться. И такая, ну, видимо, зерно рационализма, оно, знаете, вот как-то зародилось у меня в голове. Я такая думаю, ну, что-то как-то не срастается. Как-то странно. Почему? Надо, наверное, выглянуть из-за угла. И я потихонечку из-за угла, из-за двери начинаю выглядывать в сторону кровати, муж ли там лежит. Как бы со стороны мужа вся эта история выглядела более чем странно, потому что, ну, он спит, просыпается от того, как я резко подскакиваю, бегу куда-то в коридор. А потом начинаю незаметно, ну, как мне казалось, выглядывать из-за угла и смотреть на него из коридора. Он мне такой, типа, лиса, ты чё? Ну, как только он заговорил, я сразу такая, фух, точно, муж, слава богу. И такие дурацкие истории, ну, вот по части снов, кошмаров, со мной происходят постоянно. То есть я могу приснуться и начать кричать от того, что что-то вот мне показалось, померещилось, да. Естественно, этим очень сильно каждый раз пугаю и, ну, вот так вот резко бужу мужа, который спит рядом. Когда приснулась, и мне показалось, что из-за угла на меня летит какая-то фигура женщины в чёрном, в таких развивающихся лохмотьях, я ничего умнее не придумала, но это было чисто рефлекторно. Я начала просто верещать и кричать, она летит, она летит. Проснулся муж такой, господи, кто, кто, кто летит? Я говорю, вот она летит. Ну, потом, понятно, я уже до конца проснулась, поняла, что никто там не летел. Не знаю, с чем связаны эти кошмары. Возможно, с моей какой-то чересчур впечатлительной психикой. Вот. Ну, как муж мне говорит, надо меньше книжек про маньяков читать. Ну, я не боюсь маньяков, я боюсь вот как раз, наоборот, чего-то такого, знаете, потустороннего. Когда люди делают друг другу, ну, плохо, да, я имею в виду сейчас каких-нибудь там серийных убийц и всё остальное, это страшно, но страшно по-другому. Ну, это страшно от того, что люди вот рядом с тобой, которые ходят, могут оказаться такими монстрами внутри. Но это не тот вот иррациональный ужас, который испытываешь перед чем-то сверхъестественным, знаете, перед какими-то вот там привидениями, монстрами и всё остальное. Это, наверное, по-детски звучит, но... Ещё я очень боюсь, когда... Ну, опять-таки, все мои вот такие вот страхи, они проявляются в основном, когда я одна дома. Очень боюсь, когда я вечером расстилаю кровать. У нас такая большая двуспальная кровать. И я обхожу там её со всех сторон, поправляю там простынку, ещё что-то, подушечки сбиваю. Я очень боюсь, что меня сейчас в этот момент кто-то схватит за ногу из-под кровати. Доходя смешного, я стою специально подальше и тянусь, значит, поправляю простынку, лишь бы только босыми ногами не подойти к краю кровати. Кто ещё так делает? Напишите мне в комментах. Мне кажется, я одна такая идиотка. Когда-то, я помню, я сижу с родителями, и вечером дома никого не было. Мама работала вторую смену, папа был в командировке. У меня, естественно, по всей квартире горел свет, потому что это у меня с детства такая штука. Мы лежали с котом в обнимку на диване, смотрели телевизор. И тут вдруг резко по всему дому вырубают свет. Вот мой ужас первых трёх минут, пока я лежала в полнейшей кромешной темноте и пыталась просто собраться с силами для того, чтобы встать и через всю тёмную квартиру перебежать на кухню и найти там свечки, чтобы их зажечь. Вот эти три минуты, которые я лежала в полнейшей темноте, потому что кот, естественно, тут же от меня убежал, начал там где-то носиться, ещё больше меня пугать. Это было ужасно, вот серьёзно, я до сих пор это вспоминаю. Понятно, я переборола себя, пошла, нашла эти свечи. Ещё когда мы только въехали вот в эту квартиру в Москве, где сейчас живём, первый день был, как мы перевезли все вещи. И пока муж был на работе, я тут всё убирала, наводила порядки, раскладывала. Короче, прям день был такой самотошный-самотошный. Сходила в магазин, приготовила ужин и ждала, пока он придёт с работы. И, получается, он должен был уже вернуться, а его всё нету и нет. И тут вырубается свет по всей квартире. А квартира новая, буквально вот там один день в ней прижили. Где лежат свечи, я понимаю, что я сейчас просто не то, что не найду. Я не знаю, в принципе, где они лежат, потому что у нас ещё там сто пятьсот неразобранных сумок со всяким барахлом. Короче, я просто открыла входную дверь, а у нас есть ещё тамбур, то есть перед подъездом. Открыла входную дверь вот в тамбур, вот так на распашку, в тамбуре свет почему-то был, а у нас не было, ну там пробки выбило. И сидела на табуреточке в двери, ждала, пока придёт пуш. Я не умею просто вставлять там эти пробки, когда они вылетают. Не знаю, что там надо делать. Ну, пришёл, всё починил. Ну, и в завершении сегодняшнего мукбанга хэллоуинского расскажу вам всё-таки коротенькую одну мистическую историю. Набрила вчера или позавчера, уже не помню, в фейсбуке на постик, там, ну, штук десять, наверное, всяких мистических историй, которые с людьми происходили. Ну, опять-таки, правда это или нет, никто, естественно, не знает. Там была одна история, которая меня прям вот зацепила. Короче, девушка рассказывает, она когда была ещё совсем крошкой и не говорила, но уже так, знаете, занятно, вот как маленькие детки, как-то там на своём языке что-то лопочут, знаете, такое смешное. И родители её записали, вот этот её младенческий лепет, на кассету. Ну, мне кажется, многие так родители делают, у меня у самой такая кассета была где-то, где я точно так же что-то на своём там языке рассказываю. И эта девушка выросла, у неё всегда вот подсознательно как-то с детства была тяга к восточным языкам. Она закончила институт вот как раз по этому направлению, а потом, разбирая старый хлам, нашла вот эту кассету со своим детским лепетом. И она, говорит, поставила в магнитофон послушать, ну, просто интересно было. И среди своих вот этих бессвязных каких-то лепетаний, она говорит, я чётко услышала несколько фраз на японском, где я молю богиню войны Инари сохранить моему мужу жизнь. Ребята, ну, представляете, да? У меня прям мурашки пошли по коже вообще, даже сейчас вот пошли, когда я это прочитала. Я вообще как бы не верю в реинкарнацию, в переселение душ, но вот после такого, знаете, начинаешь как-то задумываться. Ну что, я надеюсь, вы успели выпить со мной кружечку чего-нибудь вкусного, горячего, съесть что-то сладенькое. Если вам понравился сегодняшний антуражный такой мукбанг, не забудьте поддержать меня лайками, ребят. Кто отмечает Хэллоуин, я желаю вам весело это сделать. Кто нет, вы тоже молодцы, потому что я тоже не отмечаю. В любом случае, напишите мне в комментах, как вы относитесь к этому празднику, в принципе, считаете ли его праздником. И обязательно расскажите мне тоже о своих страхах в ответ, так как я вам рассказала о своих. Всех люблю! Пока-пока!